Всем привет! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Несмотря на внушительное количество разборов и анализа фильма «Бойцовский клуб», мы решили приступить к работе над ним именно благодаря вашим комментариям и просьбам разобрать эту картину. Мы тщательно изучили обзоры других авторов и намеренно будем избегать повторения тем. Мы дадим ответы на вопросы, которые никто не задавал и рассмотрим этот фильм совершенно по другим углам. Сегодня мы будем рассматривать то, как на личность воздействует со стороны и как у нее происходит изменение мышления. Но что если изменение происходит независимо от кого-либо и это откладывает определенный отпечаток на жизнь человека? Представьте себе, что вы попали в недалекое будущее, к примеру, вперед на пять лет. Подумайте, насколько мир вокруг вас может измениться. Ваши близкие уже свыклись с вашей пропажей и тут вдруг вы появляетесь. Если откинуть мистичность данного феномена, вы представляете степень психологического изменения вашего взаимодействия с окружающим миром. Мы вам предлагаем посмотреть, как подобные изменения отразились на героях сериала «Манифест», который после часового перелета на самолете оказалось, что их не было целых пять лет. И как им приходится адаптироваться в мире, где их не было все это время. Посмотреть этот сериал можно на кинопоиске по ссылке в описании. Несколько слов о Чаке Планнике, авторе книги «Бойцовский клуб». В своих интервью он говорит, что в нее вошло много реальных историй. Например, хулиганство в сфере обслуживания. Во время работы официантов навеяно реальными случаями из жизни его приятелей. А походы в группы поддержки неизлечимым больных людей были личным опытом писателя. Так он преодолевал свое негативное состояние после тяжкого труда на фабрике. Раз история, показанная в картине, основана на жизненном опыте автора книги, то в разборе мы будем касаться некоторых социальных явлений, на которые писатель и режиссер обращают наше внимание. Давайте начнем с групп психологической поддержки. Группа поддержки создает люди, которые в определенный период оказывались в трудной ситуации. Например, пережито в детстве насилие, горе из-за смерти любимого человека, неизлечимый диагноз, финансовые трудности. Встречая с людьми, которые борются с подобной проблемой, человек имеет особую возможность черпать от них силу и понимание, а также имеет возможность поделиться с другими людьми своими переживаниями. В группе рождается чувство общности. Группа дает каждому участнику поддержку, ощущение принадлежности, так необходимое в ситуации противостояние личным страданиям. В группе каждый находит сочувствие. Важная функция группы образовательная. Она учит методам и приемам овладения с сильными эмоциями, которые сопровождают подобные травматические ситуации. Группа поддержки является местом, где соблюдается конфиденциальность, где каждый может выразить свои эмоции без опасений, что он будет раскритикован или не понят. Это место, где тебя всегда слушают, постараются понять и отнесутся с уважением. Учитывая названные выше качественные характеристики группы поддержки, можно сделать вывод, что бойцовский клуб, как форма досуга, также является группой психологической поддержки, но с некоторыми нюансами, которых мы коснемся далее. Лидером и ведущим этой группы поддержки является Тайлер Дёрден. Тема развания личности в этом фильме не первостепенна и является побочным фактором, служащим ради яркого сюжетного твиста. Если бы личность Тайлера Дёрдена существовала в самостоятельном теле, то это никак бы не повлияло на сюжет и исход событий фильма. Это лишь обстоятельство добавляет глубины характеру героя-рассказчика. Поэтому стоит сказать, что мы будем рассматривать Тайлера Дёрдена как самостоятельную личность. Давайте будем намеренно разделять их двоих, потому что мы имеем дело с двумя разными психотипами, сочетающими в себе различные черты характера, мотивации поведения и темперамента. В первом появлении персонажа Тайлера на экране мы ясно видим, что он занимает доминирующую по отношению к рассказчику позицию. Нам сразу становится ясно, что между этими героями нет равных отношений, и рассказчик ощутимо ведом персонажем Тайлера. Разберем первую сцену знакомства Тайлера с рассказчиком в самолете. Особое внимание стоит обратить на внешний вид персонажа. В его одежде преобладает красный цвет. Цвет оказывает на человека не только эстетическое и психологическое, но даже и физиологическое воздействие. Цвет влияет на настроение и самочувствие, а конкретно в фильмах определяет наше ассоциативное восприятие персонажа и формирует его психологический портрет. Важно отметить, что во многих языках и культурах красный имеет разные значения. Полинезийцы, например, словом красный обозначают и сам цвет, и слово возлюбленный. А в Китае красный может означать искренний, откровенный. Символизм красного цвета достаточно противоречив. Наряду с положительными значениями он также обозначает кровь, огонь, власть, борьбу. Красный считался цветом царей, императоров и других высокопоставленных особ. К примеру, в Византии красные облачения могли носить только императоры, потому что этот цвет обозначал высокое положение. Красный цвет – лидерство, что также характеризует Талера, ведь он является лидером бойцовского клуба. В христианстве красный цвет символизирует кровь мучеников за веру, жертву Христову. Заметьте, что Талер готов пожертвовать собой ради своих идей. Несмотря на, казалось бы, разные значения, этот цвет имеет единый посыл – энергичность, демонстративность и силу. Во многих древних языках название этого цвета означает «самый лучший». Этот цвет считается цветом мужчин. Это нам дает понять сам Талер. Я умен, талантлив и свободен от всего, что сковывает тебя. В красной одежде вы будете всегда в центре внимания. Кроме того, это хороший способ борьбы с депрессией и плохим настроением. На почве чего и возникает личность Талера Дёрдена, ведь персонаж рассказчика находится в тяжелом психологическом состоянии. Характер Талера Дёрдена основывается на совокупности трех психотипов – гипертимный, истероидный и паранояльный. Доминирующий психотип – паранояльный – заключается в его идейности, стремлении создания структуры вокруг своей личности и непосредственном достижении своей цели. Люди для него – средство и инструмент достижения результата. Субдоминирующим является истероидный – проявляется в нарядах, акцентирующих на себе внимание, обостренный эгоцентризм, артистичность и в целом позерство. И гипертимный, который проявляется в экстраверсии, легкости в общении и отношении к жизни, а также в умении налаживать социальные контакты. Подробнее психотипы описываются в курсе по оперативной психодиагностике, ссылку которого вы можете найти в описании. Одной из особенностей в его коммуникации является способность умело произвести первое впечатление. Оно строится на проявлении его интеллектуальных качеств, иронически циничного чувства юмора, презрении к социальным общепринятым нормам общения. Именно эта способность производить привлекательное первое впечатление и оказывает влияние на рассказчика. Также Тайлер использует эту способность, когда воздействует на толпу. Рассмотрим сцену непосредственно в клубе. В недавно прошедшем онлайн-курсе по анализу фильмов эта сцена была дана в качестве практического задания. Многие участники делали точный и глубокий анализ, который раскрывает судьи данной сцены. В их работах преобладал пристальный и вдумчивый взгляд, цель которого определить детали, на основе которых движется действие. Давайте и мы рассмотрим эту сцену подробнее и поймем, какое воздействие Тайлер оказывает на толпу и какими методами он достигает в этом успеха. Первое, на что стоит обратить внимание, Тайлер снимает куртку, словно готовясь к драке. Это характерный жест, как правило, используется перед началом физического конфликта. Бессознательно участники клуба начинают воспринимать слова лидера всерьез и настороженно, так как он намеренно повышает голос и давит на чувство вины. Вы нарушили первое и второе правила клуба. Несмотря на строгий тон, поведение Тайлера спокойно, он не кричит на подопечных, как старшина, а скорее показывает свою эмоциональную стабильность неторопливостью в речи, грамотно расставляя речевые акценты, сопровождая это паузами, которые добавляют напряжение восприятия. Тем не менее, Тайлер не просто критикует, что вызывало бы отторжение и несогласие, а параллельно хвалит толпу, повышая самооценку людей. Я вижу в бойцовском клубе самых сильных мужчин на свете. Огромный потенциал. Его походка в вальяжно имеет привлекательный характер. Однако показывает, что Тайлер лидер, хозяин положения. В своей речи он давит на мужское чуславие, обращая внимание на то, что жизнь членов клуба проходит бессмысленно, вкладывая скрытый посыл, относящийся к его мировоззрению. Он пристально вглядывается в глаза каждого участника, но не задерживается слишком долго. Так он демонстрирует уверенность в своих доводах и невербально убеждает людей в своей правоте. Следующим фактором демонстрации своего лидерства, воздействующего на участников клуба, является драка с Лу, хозяином бара, в подвале которого проводятся бои. Лу представляет из себя тот образ начальника, против которого выступает в своих речах сам Тайлер. Именно начальники мешают в жизненной реализации каждому члену бойцовского клуба. И Лу сразу же начинает исполнять свою функцию, пытаясь выгнать всех из своего подвала. Тайлер занимает непоколебимую позицию и провоцирует хозяина бара на драку. Тебе надо вступить в клуб. Ты слышал, что я сказал? Тебе и ему. Казалось бы, толпа участников бойцовского клуба может мешаться, но Тайлер останавливает их, стремясь показать свою самодостаточность, которая также является основным признаком его лидерских качеств. Также он использует иронию, чтобы продемонстрировать хозяину бара, что физически тот может его избить. Но выбить из него идею того не удастся. Это также является фактором воздействия на толпу. Они видят, насколько далеко готов пойти Тайлер, и это вдохновляет их, убеждает в правильном выборе авторитета, а также подтверждает жизнеспособность принципов, которые исповедует Тайлер. Пиком этой сцены является момент, когда окровавленный Тайлер набрасывается на хозяина бара, и последний понимает, что путем побоев ему не сломить этого человека. Этот эпизод служит важным элементом практического воздействия на участников клуба. Спасибо, Лу. И тебе, Крепыш. До следующей встречи. Давайте поймем, какую цель преследует сам Тайлер Дёрдер. Рассмотрим сцену разговора в баре между рассказчиком и Тайлером. Тут происходит конфликт их мировоззрений. У меня было все. Очень приличная стереосистема, весьма респектабельный гардероб. Еще чуть-чуть и нечего желать. Мировоззрение рассказчика основано на потребительской модели существования. Его отчуждение и следствие принадлежности к дегуманизированной культуре. То есть все, что его интересует, это вещи, а не человек. Мы это видим по его отстраненному поведению на работе. В жизни он одинок. Приобретая вещи, он стремится к вечно ускользающему идеалу. Он навязывается рекламой, цель которой не столько способствовать продаже того или иного конкретного товара, сколько внедрять в сознание людей целостный образ общества, якобы одаривающего своих членов материальными благами. К примеру, вы покупаете дорогой мобильный телефон, и вместе с его приобретением вы получаете определенный статус, который дает вам иллюзию вашей значимости. Соответственно, вместе с предметом вы покупаете иллюзорные ощущения определенного социального положения. То есть счастье такой человек преследует в контексте собирательства предметов, обустраивая свой быт. Таким образом, рассказчик является последователем мировоззрения потребления. А теперь все пропало. Все пропало. Мировоззрение Таллера строится на противоположном отношении к этой проблеме. То есть оно заключается в радикальном отказе от системы ценности потребления. И так становится очевидным, что задача Таллера – противостоять и менять мировоззрение людей, преследующих ценности потребления. Его акты вандализма в ресторанах и кинозалах отчасти способствуют этим изменениям сознания общества. Скрытно, из-под тяжка, портя продукты потребления, он навязывает людям свою идеологию презрения к их основным потребностям. Убранство его жилища также отвечает его мировоззрению. Свернутый пыльный американский флаг намекает нам, что ценность понятия «американская мечта», совокупность душевного комфорта и безбедного проживания давно забыты. Чтобы на практике продемонстрировать свою приверженность к этим ценностям, Таллер просит рассказчика нанести ему удар, провоцируя того на драку. Давайте рассмотрим, почему в основе группы Таллера Дёрдена используется такой элемент, как драка. Почему именно это бойцовский клуб? Драка представляет собой негативное социальное явление. Возникновение драка обусловлено трудно разрешенными конфликтами, хулиганскими побуждениями и плохо осознаваемой агрессией, которую надо куда-то выплеснуть. Драка, в отличие от тренировки, всегда связана с конфликтом, а это стресс и сильные эмоции. В контексте фильма драка выполняет несколько функций. Одна из них – это выплеснуть накопившийся внутренний конфликт, агрессию и страх, который проявляется у участников бойцовского клуба в связи с их окружением, начальником на работе и общего чувства неудовлетворенности жизнью. Стоит также отметить, что все участники бойцовского клуба – это мужчины. Отсюда вытекает вторая функция, которая связана с мужской коммуникацией. В современной систематике биологический вид человека разумный относится к роду люди из семейства гоминид в отряде приматов класса млекопитающих. И для нас, как представителей вида приматов, прикосновение играет очень важную роль. Но сегодня выражение чувств путем прикосновения у мужчин, кроме рукопожатий, этически неприемлемо. Но наши врожденные потребности требуют от нас прикосновения к близким людям и тем, кому мы доверяем. В контексте фильма драка может являться элементом компенсации недостаточного количества прикосновений. Она ликвидирует эту потребность путем полного физического контакта, при этом сохраняя социально приемлемый тактильный способ. Тем самым выражая друг другу доверие, дружбу и реализуя потребности в прикосновениях. Данный формат оказывается более эффективным и отвечает потребностям актуализации моделей мужского поведения. В отличие от его формата эмоционального выброса, который присутствовал в группах поддержки в начале фильма, когда участники обнимались и плакали, в контексте мужского начала он недостаточно продуктивен и ставит мужчину в женскую позицию, то есть по-мужски участники не реализовывались. Именно поэтому Таллер нашел более эффективный способ сплочения мужского коллектива в формате боя. А не плача. Давайте копнем еще глубже и рассмотрим причины, по которым драка становится успешным форматом для реализации идеи Таллера Дёрдена по созданию организации. Очевидно, что участники клуба сублимируют в драке инстинктивные потребности мужчин. Изначально считалось, что сублимация является хорошей защитой, благодаря которой можно находить креативные, здоровые, социально приемлемые или конструктивные решения внутренних конфликтов между примитивными стремлениями и запрещающими силами. Сублимация была тем обозначением, которого первоначально Фрейд дал социально приемлемому выражению базирующихся на биологии импульсов, к которым относятся стремление драться, разглядывать других и демонстрировать себя, наказывать, причинять боль и так далее. Так Фрейд указывал, что дантист может сублимировать садизм посредством операции. Прокурор, обвиняющий преступников, желание уничтожить врагов. Согласно Фрейду, инстинктивное желание обретает силу влияния благодаря обстоятельствам детства индивида. Также в драке участники чувствуют себя на краю смерти. Соответственно, они полноценнее ощущают в эти моменты свою собственную жизнь. Это же ощущение Таллер вызывает, например, у человека из магазина, когда угрожает ему гибелью, параллельно интересуясь его жизненными целями. Реймонд, кем ты хотел стать потом? Ведя Иринарова! Если за шесть недель ты не выучишься на ветеринара, ты умрешь. Находясь на грани смерти, человек острее чувствует потребность в существовании. Ему легче понять мировоззрение отказа от потребления. Таким образом, основной метод воздействия Таллера для внедрения своих идей в сознание людей связан с помещением человека в состояние пограничной ситуации, когда он находится на волосок от смерти. Средством этого метода также являются химические ожоги, которые Таллер наносит участникам клуба. Люди, испытывающие сильную боль, оказываются в положении легкой внушаемости. Облегчая боль физически, он ставит себя в позицию избавителя. Соответственно, получивший ожог ближе проникается не только к идеям, но и к самой личности после пережитого совместного опыта. Стоит вспомнить и момент с автомобилем, когда Таллер спрашивает участников проекта Разгром, что они хотят сделать перед смертью. При этом они испытывают адреналин, привыкание, которым также является причиной успешности и популярности такого мероприятия, как бойцовский клуб. Как мы уже с вами выяснили, участники бойцовского клуба путем этой формы досуга справляются со своим стрессом и переживаниями, подавляют эмоции страха и агрессии, а драка выступает как реализующий элемент этих потребностей. Но давайте вместе с вами рассмотрим с научной точки зрения, какой гормон вырабатывается в процессе данной деятельности и почему он может вызвать привыкание. Гормоном стресса в крови называют адреналин. Этот гормон оказывает мощнейшее воздействие на организм, который мобилизует все физиологические системы органов. Это защитное действие, когда необходимо справиться со стрессовой ситуацией и помогает выжить. В умеренных дозах адреналин повышает силу мышц, поднимает умственные способности и увеличивает болевой порог. Помимо чего успешно справляется с возникающими стрессами извне. И спасает организм от волнений, тревог и шока не только в физических нагрузках, но и психологических. Поэтому для участников клуба он также играет роль гормонального наркотика, вырабатываемым организмом. Который позволяет справляться со многими стрессовыми и негативными ситуациями в их жизненном положении и ситуациях. Помимо чего и чувство силы и энергии вызывает привыкание. Подобную зависимость мы можем заметить также у людей, которые целенаправленно стимулируют выработку адреналина, занимаясь травмоопасными видами спорта. Фристайлом, прыжками с парашютом, горными лыжами, дельтапланеризмом, виндсерфингом и другими. Рассмотрев причины такой популярности бойцовского клуба у его участников, мы выяснили цели, которые преследуют все эти люди. Однако, какую же цель преследует Тайлер? Так как Тайлер Дёрден личность с доминирующим паранояльным психотипом, то для достижения цели отказа от ценности потребления он создает организацию, которая будет помогать ему в этом и в которой он занимает позицию лидера. Такой организацией становится бойцовский клуб, который впоследствии перерастает в проект Разгром. Тайлер является в нем тоталитарным лидером, и мы считаем, что его организации имеют прямые признаки деструктивного культа и тоталитарной секты. Деструктивный культ Деструктивный культ – это крайняя форма тоталитарной секты, так как подобные культы способны довести до самоубийства человека или направить других людей на совершение убийства другого. Такая организация обычно причиняет материальный, психологический или физический вред обществу, а также своим членам. Обычно подобные культы и организации создаются на основе религиозных или философских концепций радикального толка. Все эти концепции обычно связаны с дачей ответов на фундаментальные вопросы человеческого бытия. В чем смысл моего существования? Кто я в этом мире? Как избавиться от мирских страданий? В чем заключается самосовершенствование? Естественно, что люди соблазняются на подобные крючки и часто вовлекают себя в различные культы, пусть даже убеждая себя, что только поинтересуется один разок. С точки зрения руководителей подобных культов, весь процесс вовлечения новых адептов есть не что иное, как идеологическая обработка низшего класса. Так как политическое устройство подобных организаций очень схоже с механизмом удержания власти в государстве. Форма деструктивного культа полностью копирует форму религиозной секты. Это и харизматично-авторитарный лидер, которого его последователи начинают обожествлять, и отказ от прежнего уклада жизни, обрыв всех социальных связей и отрицание прежних ценностей в угоду новым. Также это повальное самоотрицание личностей, попавших в структуру культа. Коммуна, образовавшаяся в условиях секты, повинуются правилу, что один человек никто, а толпа сила. Основным признаком культа и секты является тотальный контроль за сознанием, поведением и психикой человека. Человек, находящийся в секте, руководствуется не своими ценностями и личными принципами, а ориентируется на авторитет учителя и также на личные отношения с другими участниками культа. Это и есть фундамент той организованности, закрытости и дисциплинированности различных сект, в том числе и проекта Разгрома, так как основной особенностью их взаимодействия с адептами является стремление осуществлять тотальный контроль за их поведением во всех сторонах жизни. Я хочу знать все! К хренам твои знания! Забыть все, что знаешь, вот что нужно! Все, что якобы знаешь о жизни, о любви и дружбе, и главное, о нас с тобой. Что? Структура сект строится по нехитрым иерархическим принципам, беспрекословное повиновение лидеру и утаивание истинных целей общины. От людей утаивают информацию или искажают ее. Но этот обман ничто по сравнению с психологическим программированием, которому подвергаются рядовые сектанты. Для этого применяется контроль сознания. Новый человек, приходя в секту, попадает под групповое давление и также получает особое внимание со стороны старших. Тот, кто впервые пришел в клуб, примет боль. Ему твердят те истины, которые повторяются в этом культе. Главное правило проекта «Разгром» не задавать вопросов. Что он избран для какой-то высокой миссии, что мир погряз в грехах. «Телевидение внушило нам веру в то, что все мы станем миллионерами, звездами кино и рок-н-ролла. Все вранье. И мы начали это осознавать». И только в их семье люди понимают друг друга по-настоящему. В результате у человека пропадают сомнения и возникает потребность войти в эту семью. Семья отделена от остального реального мира. Эта намеренная изоляция отбивает у сектанта желание сопоставлять слова учителя с реальностью. Используются техники, останавливающие мышление. Монотонное пение или повторяющееся действие вводит человека в состояние сильной внушаемости. Под предлогом создания близости с семьей новичка заставляет признаваться в его былых грехах. Цель – вызвать страх и вину, сделать его эмоционально уязвимым. Для этого применяют и угрозы, явные или прикрытые, а также чередуют наказания и награды. Новичку не дают оставаться одному, чтобы он не имел времени поразмыслить. Наоборот, максимально загружаются все его каналы восприятия. В первую очередь слух, зрение и осязание. В результате за короткое время его прежние ценности заменяются на новые. В мире, в котором не видится, ты охотишься на лосей в пропитанных влагой лесах, окружающих руины Рокфеллер-центра. Что же происходит с человеком, попавшим в секту? С его точки зрения он видит божественный свет, познает истину или, например, получает откровение. С точки зрения медицины у него развиваются новые психические качества, которые в международной классификации болезни называются зависимое расстройство личности. Перекладывание на других право принимать решения, подчинение своих потребностей, потребностям других людей, страх одиночества и так далее. Говоря проще, человек впадает в детство. Ему предлагается мироощущение ребенка, и он его принимает. Более того, он вынужден полностью отказаться от собственной индивидуальности, от своего «я», в угоду интересам секты. Ты лишь кучка испражнений жизни. Наличие выдающегося харизматичного лидера, отсутствие разномыслия и критического мышления. Главное правило проекта «Разгром» — не задавать вопросов. Внутренняя непрозрачность структуры и идеология. В вашем здании вот-вот произойдет нечто ужасное. Вам надо? Все под контролем, сэр. Навязчивая пропаганда для привлечения новых членов. Контроль над личностью. Ладно. Психологическое давление. Как обезьяна перед запуском в космос. Провозглашение внешнего мира злом. Смотреть все, что не имеет подлинной ценности. Использование рядовых членов для совершения преступлений. Проанализируйте различные сообщества, группы и организации, деятельность которых вам приходилось наблюдать, а возможно и принимать участие. Попробуйте соотнести их деятельность с этими признаками и сделать на основе ответов соответствующие выводы. В качестве примера подобных лидеров деструктивного культа стоит привести личность Джима Джонса, основателя секты Храм Народов, заставившего совершить массовое убийство в основанном им городе Джонстаун. Джонс, также паранаял, испытывал в раннем детстве дефицит родительской любви. Я закончил университет, звоню ему, спрашиваю, что дальше, папа? А он, устройся на работу. Отец, что дальше? А он, не знаю, женись, мальчик. Часто посвящал собрание церкви пятидесятников, которые служили для него своеобразной группой поддержки. Вы продвигаетесь все дальше, и перед вами новая дверь. В начале 60-х он создает собственное религиозное движение, а в 70-х обособляется вместе с многочисленными последователями в Южной Америке, где создает общины около тысячи человек. Первыми участниками культа были отверженные слои общества – бездомные, бедняки, наркоманы, проститутки, а также представители национальных меньшинств. В сравнении с проектом «Разгром» очевидно параллель с тем, что его участники также представители низших социальных слоев – офисные клерки, работники обслуживающего персонала, полицейские служащие. Среди них нет начальников, боссов или карьеристов. Поседневным занятием членов культа был как раз физический труд. Работа – 11 часов в сутки. Очистка, облагораживание территорий и выращивание сельскохозяйственных культур были основными занятиями обитателей Джонстауна. Вечером же проводились собрания, на которых и проповедовал Джим Джонс. Подавляющее большинство людей из секты «Храм народов» решилось на самоубийство по приказанию Джонса. Примечательно, что большинство людей безоговорочно и слепо доверяли им. Это как раз тот самый момент обезличивания участников секты. Когда человек подается влиянию всеобщего действия и начинает вести себя вовсе не так, как делал бы это в одиночку, он проявляет групповой конформизм. В результате реального или воображаемого давления группы изменяется его поведение и убеждение. Соответственно, понятия «здравый смысл» и различные гуманистические воззрения легко могут нивелироваться и подменяться на новые, угодные, лидерую секты. Деятельность проекта «Разгром» основана на вандалистских и террористических актах, различные хулиганства, связанные с погромами магазинов, порчей имущества, запугиванием людей из органов власти. Однако, что способствует такому нестандартному и преступному поведению людей, которые совсем недавно были добросовестными и порядочными членами общества? Еще в прошлом психологи интересующиеся поведением масс заметили, что поведение человека в толпе резко меняется. Человек оказывается способен на такие поступки, которые бы никогда не совершил самостоятельно. Например, убийство, погром. Революции и массовые движения 19-20 века дали исследователям множество примеров девиантного поведения массового типа. Современность тоже полна подобными примерами. Не совсем нормальным бывает поведение публики на рок-концертах, футбольных стадионах и в других местах массовых мероприятий. Описывая большие группы, состоящие из множества разных людей, объединенных какой-либо целью, ученые используют термин «социальный агрегат». Он не имеет внутренней структуры, набора статуса и ролей, а в поведении людей, составляющих агрегат, отсутствует личностный аспект. Таким образом, индивидуальность, самоконтроль и рациональность можно рассматривать как атрибуты нормы. В агрегате эти атрибуты полностью отсутствуют, заменяясь своей противоположностью. Рассмотрим эту психологическую трансформацию на примере смерти одного из участников проекта «Разгром». Момент, когда приносят мертвое тело Боба, лица в толпе, окружающий стол, выражают замешательство и недоумение. По сути, они в шоке и не знают, как им реагировать на такое происшествие. Поэтому они стадно воспринимают любой призыв к действию. Отнесем в сад и закопаем его. Давайте, ребята, живее! Толпа ведомы, и ни один из ее участников не имеет индивидуального мнения на происходящее. Они ждут приказа. Давайте, парни! Нет! Во-первых, исчезает чувство собственной индивидуальности. Оно заменяется чувством общности. Индивидуальность при этом утрачивается. Образуется как бы групповая виртуальная личность, подчиняющая себе индивидуальной личности. Как результат, люди, составляющие агрегат, теряют чувство ответственности за свои действия. Даже самые девиантные. Во-вторых, резко возрастает эмоциональность мышления и импульсивность поведения. Агрегат всегда эмоционален. Эмоции превалируют над разумом. Можно сказать, что мышление становится эмоционально образным. Эмоции отличаются крайностью и простотой. Агрегату не свойственны тонкие переживания. Как следствие, люди, составляющие агрегат, оказываются не способны к сложным рассуждениям и ориентированы на действия, дающие выход эмоциям. Активность агрегата требует выхода и, как правило, находит его. То есть, вместо того, чтобы рефлексировать на предмет вины организации в смерти человека, толпа начинает скандировать лозунги. Его имя Ромен Фолсон! Третьих, агрегат управляем, ему нужен вождь. Без внешнего руководства агрегат не может долго существовать. Активность толпы направляется вождем, оратором в своем поведении. Люди, составляющие толпу, ориентированы на вождя, личность и идеи которого выполняют роль объединяющего элемента. Участники проекта Разгром не принимают позицию скорби и не занимаются рефлексией, как рассказчик. Он умер из-за нас с вами. Ну как вам это, ясно? Они не испытывают чувства вины, так как следуют идеологии, навязанные Тайлером, в которой не существует мотивов рефлексии. Они приучены действовать, не обсуждая. Первое правило проекта Разгром – не задавать... О, ладно, да, ладно. В их перепрограммированной психике уже не заложены те человеческие чувства сострадания, эмпатии, которые еще остались у рассказчика, начавшего сомневаться в идеологии Тайлера. Участники проекта Разгром не страдают, не сопереживают, им просто надо понять, как действовать дальше. А осознавать происшествие и тем более винить себя в этом, как это делает рассказчик, не входит в их новый тип мышления. Тем не менее, рассказчик, еще способный сохранить индивидуальное собственное мышление, вскоре понимает, что за деструктивное движение создали они с Тайлером и какие последствия могут произойти. Также он осознает, что его личность не влияет на людей в бойцовском клубе и проекте Разгром. Понимание, что личность Тайлера живет в его теле, шокирует рассказчика, и он предпринимает попытку предотвратить теракты. Тема сильной личности, берущей верх над слабой и обитающей в недрах его сознания, ярко выражена в различных произведениях мировой культуры. Это и мотивы сюжета повести «Двойник» Федора Достоевского, выраженная в одноименном фильме Ричарда Айуади, в котором уверена и харизматичная личность, схожая с главным героем по внешним признакам, после кратковременной дружбы постепенно начинает прибирать к рукам жизнь его оригинала. Точка отчета этого явления в культуре можно считать произведение Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», в котором рассказывается историю судьбы доктора Джекила, пришедшего к научному открытию, заключающемуся в том, что в человеческой психике существует одновременно несколько аспектов одной и той же личности, а сам человек есть продукт одновременно совмещенного действия всех этих личностей. В результате не до конца удашившегося научного эксперимента доктор Джекил смог найти способ своему отрицательному «я» временно занимать огловенствующее положение. Мистер Хайд, совершавший чудовищные преступления, это тот же доктор Джекил, в котором злое начало получила власть и может спокойно грешить и совершать преступление. Доктор перестал контролировать процесс своего превращения в мистера Хайда, что и приводит к его гибели. В современной массовой культуре таким персонажем можно считать Брюса Беннера, борющегося со своим деструктивным альтер-эго Халком. Примечательно, что актер Эдвард Нортон также играл этого персонажа в фильме «Невероятный Халк». Мы решили, что тема раздвоения личности очень интересна и требует более детального разбора на примере какого-либо фильма, снятого об этой проблеме. Разбор какого фильма вам было бы интересно увидеть в рамках нашей рубрики. И темы раздвоения личности. Как мы выяснили, если рассматривать Таллера Дёрдена как самостоятельную личность, его психотип и мировоззрение построены на противоположности личности рассказчика, что позволяет ему стать лидером организации, которая будет реализовывать его идеи. Таллер отлично понимает людей и их потребности, на которых играет ради достижения своих целей. Бойцовский клуб, который он создает, имеет явные признаки деструктивного культа и секты. Умело манипулирует на уровне потребностей животных инстинктов и дает в своем движении привыкание к адреналину, то есть воздействует на сознание людей физиологическим способом. Управляет толпой путем проповедей, изменяя психику участников культа. В процессе участия членов клуба в организации проекта Разгром теряется индивидуальность и происходит обезличивание, которое трансформируется в массовое сознание, называющегося социальным агрегатом. Несмотря на то, что в финальной сцене рассказчик, казалось бы, уничтожает Таллера, нам до конца не ясно, исчезнет он или появится снова. Итак, нами было нарушено первое правило бойцовского клуба. Первое правило клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Но сделали мы это только для того, чтобы озвучить свое главное правило канала Ментал ТВ. Запустить ваш самостоятельный мыслительный процесс. А чтобы поддерживать его в тонусе, советуем подписаться на канал, если вам нравятся разборы в данном формате. И самое главное, наблюдайте за людьми и не оставайтесь в руках. Скоро увидимся.